Ну вот, в Краснодаре лето. Смотрите, народ повылезал, фонтанчики. У нас вчера был ночью очень сильный дождь. Прямо нереальный. Даже в некоторых местах с градом. И сразу температура понизилась. Это центральная площадь, драмтеатр. Вот, представляете, было 33-44 жары. И потом резкое понижение температуры. Кстати, все сегодня гуляют. Народ. Просто после этой ужасной недели мы прилетели. Представляете, здесь такая жара. 43-44 жарче, чем в Техасе. А сегодня первый день. 37-36. Это просто все вылезли. Против полное оживление в городе людей. И я за неделю не видела столько народу, сколько сегодня выбралось людей на улицу. Все гуляют, все повыходили. Вот эти фонтаны включили. Тоже они не работали вчера. Свет отключали несколько раз. Ну, не у нас в доме, а вокруг дома. Даже в некоторых крупных универмагах свет отключали. Видимо, не выдерживало напряжение. И не было света в многих магазинах. Девчонки, какие у нас красотки тут ходят. Вот сын мой убежал. Жарко. Ему все равно. Не вынес. Ушел. А я еще пошла поснимать на фонтанчики, на вот эти. Может, попозже выйдем. Будет чуть темнее. Вот. Но хочу сказать одно, что если какие-то были у нас тяжелые, ну, у моего сына, особенно по поводу перелета, впечатления, то, что был такой тяжелый перелет. Вот эти турецкие авиалинии, они такие как бы сложные. Мало места обычно. Такие вот сиденья не очень комфортабельные. Вот. И тут он приехал. Он как увидел таких всех наших девчонок. Вот эта вся еда. Мы сейчас только с ресторана идем с ужина. Так хорошо. В грузинской кухне сходили, покушали. И я смотрю, что расцвел мы сын, как посмотрел. Ни тебе черных, ни тебе бездомных. Вот. Еда вся такая классная. Это отлично. Все такое здоровое питание. Сейчас шашлычка навернул. В грузинской кухне. Очень довольный. Как слон. Вот. В общем, забыл сразу же про перелет тяжелый. Про то, что часы у нас никак мы не могли с ним. Семья вся не могла адаптироваться. Мы буквально падали спать в 5 часов вечера. Представляете? И спали до 2-3 ночи. А потом, как зомби ходили, до следующих 5 вечера опять усыпали. И так это все продолжалось довольно долго. Почти всю неделю у нас такой был дикий, какой-то странный график. Но только последние несколько дней, наконец, у нас начала вот эта вот адаптация пошла к этому местному времени. Понимаете? О, как стена этих питаний пахнет. Там балдеть просто. Вот. Ну, что я хочу сказать. Я думаю, что мы пережили самую страшную жару, которая была в Краснодаре. Эта неделя выжили. У нас в доме даже не отключили свет ни разу, что удивительно, потому что в многих районах отключали. Ну, либо подстанции не выдерживали такой жары, либо какие-то были проблемы другие, но некоторые места были в городе, которые были какое-то время без света. Вот. И вот после этого дождя пошло такое охлаждение, атмосферы. Видите, в кофе подкрывали окна везде. Народ пошел сидеть на улице. Никого на улице неделю не было, вообще никто не сидел. И вот, смотрите, сейчас 36-37 градусов. И уже кажется, что пол прямо свежо по сравнению с теми 44-мя, которые были на этой неделе, которая заканчивается сейчас. Это просто был, конечно, песец. В Техасе было прохладнее, чем у нас здесь было в Краснодаре. То есть мы так прямо неудачно прилетели. Но деваться некуда было. Именно вот это время удобнее всего подходило к поездку. Поэтому пришлось ехать сейчас. Говорится, либо сейчас, либо неизвестно когда. И мы поехали сейчас. И попали в самое пекло. В самое-самое пекло. Вчера мы в этот, кстати, ресторан ходили. Называется Сан Рема. Вот этот вот тент, вот этот вот застекленный, очень тоже вкусно там готовят. Понравилось нам. Ну вот, ребятки, коротенькая вам зарисовочка. В первом прохладном мне в Краснодаре. Ну, народу наплевать. Все все равно сейчас сидят на улице. Даже сидели некоторые, 40 градусов было. Вот 40 градусов. Но люди все равно сидели на улице. Особенно молодежь. Я не знаю, как они это могли сидеть. Как они это делали. Вот. Такие у нас здесь классные ресторанчики. И девчонки, девчончики. Вот этот ресторанчик с Сан Рема. Такой интересный. Морская такая тематика. С такими-тими растениями здесь. Да, вот и сегодня уже первый день, когда я вижу, что реально люди вышли на улицы, начали сидеть, кушать, ходить, гулять. Это просто облегчение с вчерашнего дня, когда был очень сильный дождь. Прямо с градом прошел. И сразу жизнь. Жизнь у нас в городе наладилась. Вот что я хочу сказать. Все. Всем до встречи. Следующий репортаж следует. Пока-пока.